Приветствую вас и вы задаете твой вопрос. Почему я не чувствую потребности друзья? Ну, это даже не вопрос, а как бы просто предложение без знака «вопрос». И, соответственно, я могу ответить на этот вопрос, пока не комментируя то, что дальше. Так, не чувствуете именно потребности в друзьях, именно потребности к тому, что вы достаточно самостоятельная личность, вы достаточно самостоятельный человек. Вы самодостаточный человек. И вам комфортно наедине с собой. Такие люди бывают. И, в общем-то, эти люди всегда склонны к тому, чтобы проводить свою линию поведения. Такие люди всегда склонны к тому, чтобы действовать только в своих интересах. Такие люди всегда больше внимания обращают именно на свои переживания, на свои искусства. То есть, если вы не испытываете попрежденности, то есть желания, значит, вы эти желания удовлетворяете самостоятельно. А если вы задаетесь этим вопросом, почему, то получается, что есть некоторые условия, которые давят на вас, выставляя вас чувствовать себя не такой, как другие, не такой, как все. Из-за того, что вы не испытываете попрежденности в друзьях. Вот другие испытывают, а вы нет. То есть, наблюдается противоречие. С одной стороны, вы вроде как золенны, испытываете попрежденность в друзьях. А с другой стороны, вы эту попрежденность не испытываете. Вот это противоречие. Здесь нужно обязательно определить для вас, ну, вам, для себя нужно определить, почему стало возможным подобное противоречие. Как оно у вас появилось, с чем оно обусловлено? Ведь оно возникло не на пустом месте. Если оно возникло, значит, есть какая-то точка зрения, которая по какой-то причине вас, например, задевает. Ну, может быть, вы считаете, что вам нужно иметь друзей, может быть, считаете, что вам нужно обязательно с кем-то вот с дружей делиться и так далее, чтобы, ну, соответствовать той модели поведения человека, которая принята в обществе. Ну, получается, что общественное мнение вас задевает, заставляет чувствовать себя аутсайдером, и вы из-за этого теряете уверенность в том, насколько правильно вы, например, живете. Ну, и, соответственно, вот о причинах того, почему вас это задевает, какой это отклик вас вызывает и в какой форме. Об этом нужно разговаривать, с этим нужно разобраться. Нет ничего особенного в том, что вы не нуждаетесь в друзьях. Но есть нюанс, почему вас это волнует, почему вы считаете это ненормально для себя. Далее. Сама иногда страдает от этого, но близко людей не подпускает. Ну, вот здесь вы уже себе как бы противоречите. Вы говорите, что я не испытываю потребностей, друзья, но при этом вы тут же говорите, что я иногда от этого страдаю. Вы страдаете от чего? От того, что вы людей не подпускаете, а их нужно подпускать? Ну, по вашему мнению, например. Или вы страдаете из-за того, что вам все-таки друзья нужны, а вы не можете человека подпустить, ну, к себе. Да? Вот. То есть надо бы вам как-то вот определить вот эту вот позицию этой, я бы сказал, не точно. Потому что, ну, действительно, это не совсем точная позиция, она противоречащая, она противоречит тому, что вы написали вначале. Понимаете? Поэтому вот это нужно прояснить. Если вы не можете подпускать людей, то, соответственно, сам факт того, что вы человека можете подпустить, для вас больше негативный. То есть вы боитесь этого, а для вас это что-то неприятное. Нужно разбираться, что именно неприятное. Какой опыт у вас был по подпусканию людей, как нужно правильно людей подпускать, с чем подпускать и так далее. То есть вот это вот все нужно с вами разбираться. Как и любой процесс социализации, он строится в первую очередь на взаимодействии. А взаимодействие это всегда диалог. Диалог, в свою очередь, это отход от эгоцентрированной речи, то есть монологовой речи. И переход к речи диалоговой, когда вы готовы отступить от своей позиции ради того, чтобы проникнуться в позиции другого хотя бы ненадолго. Но для этого необходимо отойти от своей позиции. А для этого нужно, чтобы вы перестали свою позицию защищать. Чтобы она перестала нуждаться в защите. А для этого в ней нужно быть уверенной. А для этого нужно подумать, в чем вы не уверены и почему вы боитесь свою позицию, например, потерять, ну или как-то там, допустим, проиграть. Проиграть, например, ну, кому-нибудь в споре или как-то еще. Далее. Не хочу делиться чувствами, мыслями, идеями. Вы говорите, не хочу. Ну, опять-то, как слово «не хочу» соединяется с тем, что вы пишите, что страдаете от этого иногда. То есть, получается, хотите, хотите, но не можете, или хотите, но боитесь. И тогда, опять же, вникает вопрос, а почему не хотите? Какую опасность для вас это несет? Опасность в чем? Не преувеличиваете ли вы эту опасность? Не умеете ли вы правильно действовать в этой опасности? Не преувеличиваете ли вы ее, понимаете, и не пригоняете ли, то есть не отличаете ли вы наступление этой опасности для себя? Это вот тоже нужно вам хотя бы для себя как-то по полочкам разложить, чтобы вы увидели максимально ясно то, что с вами происходит в этом контексте. У меня много знакомых впечатлевые, и я чувствую, что некоторые хотели бы больше, чем просто быть знакомыми. Хотели бы больше. А я не могу себя заставить. Ну, понимаете, вот заставлять себя на самом деле очень плохо. То есть, что вы хотите сильно себя заставлять общаться с другими людьми, но это не принесет вам удовольствия на самом деле. Вам, чтобы получить удовольствие от общения с людьми, вам нужно на самом деле немножечко иное, немножко другое. Вам нужно не доставлять себя, а понять, чего я хочу. Чего и как я хочу. Чего, как и почему я хочу. И вот тогда вы не будете себя заставлять. Вообще, заставлять это не про вас будет, совершенно. Дело в том, что когда человек заставляет себя, он по сути делает то, что надо, а не то, что он хочет. И правильность, когда вы себя заставляете по какому-нибудь делу, и неправильность, когда вы заставляете себя общаться с людьми. Вот. Это называется, чего вы хотите. Почему вы думаете, например, о других. Допустим, вот вы говорите, что я много знакомых, я чувствую, что многие из них могли бы стать для меня больше. Они бы хотели. Ну хорошо, они бы хотели. А вы? Вы сами, чего бы хотели? Вы хотели бы, чтобы они были для вас кем-то больше? Если да, то что мешает? Если нет, то опять же, почему нет? Понимаете? То есть, это вот такое повышение вашей особенности получается. И оно необходимо. Если мы с вами говорим именно о проблеме. О проблеме того, что вы страдаете. Если вы не испытываете потребности, это немножко другое. Как я уже сказал, не испытывать потребности, это нормально. А вот, хотеть чего-то и не получать этого, это совсем другое. Это плохо. Поэтому вот об этом, кстати, постарайтесь подумать. Значит, далее. А, значит, людей, я этих уважаю, мне не нравятся. Но мне лучше оставаться одной. Вы говорите, почему? А я спрашиваю вас, чем для вас лучше оставаться одной? Ну вот, в частности, не потому ли вы хотите быть одной, что это не создает риска открыться человеку, нуждаться в нем, и нуждаться в нем, испытать чувство, что вас ополкнули, вас как-то унизили, например, задели, оскорбили и так далее. То есть, не потому ли вы хотите быть одна, что вам так комфортно. Представляете об этом, также подумайте, очень важный момент данный, который необходимо разобрать. Дело в том, что вы своей вот такой позиции, вы по сути дела обманываете себя, говорите, что вот, знаете, я не хочу ни с кем общаться, не хочу ни с кем трусить, потому что мне так комфортно. И лучше я буду делать вид, что мне так комфортно, чем, например, признаю, что мне кто-то нужен, но подвергнул себя риску. Риску именно тому, что там меня кто-то унизит, заденет, обидит и так далее. Я буду думать о себе хуже. То есть, понимаете, чем проблема? Даже не в том, что вас кто-то обидит, вы боитесь, а в том, что вы из-за этого будете думать о себе хуже. Ваши представления о себе изменятся таким образом. Либо вы что-то потеряете. Это вот тоже довольно-таки такой важный момент. Дело в том, что вам пока вы одна, ну, вам спокойно, хорошо. А если вы просто здесь кем-то, то вы будете в этом человеке нуждаться. И если вы будете нуждаться, то нуждаться вы будете в нем сильны. И вот момент-то здесь именно в том, что нуждаемость, нуждаемость сама по себе для вас, видимо, не контролируемая. То есть, вы эту нуждаемость не управляете. То есть, вы знаете, что если вы откроетесь к человеку, то, скорее всего, будете в нем нуждаться очень сильно. И это может привести к тому, что вас оттолкнут. И вы избегаете этого, пребывая в одиночестве. Ну, знаете, здесь нужно только для себя понять, что заставляет вас нуждаться сильнее в вашем человеке. Что заставляет вас испытывать более сильную нужду к нему. Почему вы расставляетесь в нем и так далее. Это вот все очень важные моменты, которые, на мой взгляд, вам нужно проработать, чтобы таки ответить себе на все вопросы, которые у вас возникнут. И объективно, друзья все же нужны, но друзья это всегда равные. Это никогда не кто-то выше, кто-то ниже. Всегда равные люди. А разница твоя – это независимость. И вот независимость вам как раз таки и нужно обеспечить себе. Вы пишите, что где-то глубоко в душе хочется иметь близкого друга. Вот давайте сразу вас и спросим. Зачем? Зачем вам иметь близкого друга? Что бы что? Зачем продиктовано ваше желание иметь близкого друга? Понимаете ли вы, что ваше желание несколько идеализировать близкого друга? А идеализируя близкого друга, волей-неволей вы отталкиваете реальных людей, потому что они не соответствуют образу. И образ ваш, опять же, образ близкого друга смоделирован потребностями, которые вы вполне вероятно не осознаете пока. И тогда получается, что ваша потребность, точнее отсутствие вашей потребности в друзьях – это не более чем защитная реакция вашего сознания, чтобы скрыть определенную проблематику себе, в социальную проблематику, в коммуникационную проблематику, и ничего не делать, не развиваться, не преодолевать проблемы, не расти личностно и как социальный индивид. Вы хотите решить эту проблему? Я думаю, вам нужно будет выбрать эксперта и начать с ним сконцентрироваться. Проблема, скорее всего, идет у вас из детства или в подростковом юническом возрасте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Всем привет! Продолжение следует...